Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас на обзоре приправа хмели-сунели. Это очень ароматная, это очень ароматная приправа. И, честно говоря, еще несколько минут назад мне казалось, что хмели-сунели это какое-то растение под таким названием. И она ароматная. Но, как выяснилось по составу, это просто именно приправа, которая сделана из определенных трав. И поэтому она такая ароматная. Давайте посмотрим с вами состав. Тут вот вообще, а тут рецепт вот написано. Тут есть, видимо, вот разные что ли какие-то, вот я не знаю, советы написаны. Здесь способ приготовления еще написано. То есть на одной маленькой упаковочке куча всего. Здесь 15 грамм. И тут даже есть состав, который сейчас мы с вами, вернее, вы прочитаете. Вот. Такая пачечка покупала я ее в ленте. Она стоила, она была, по-моему, даже самая дешевая. Вот. Я решила взять подешевле, чтобы посмотреть, та это или не та. Или все-таки там добавляется что-то другое, в отличие от дорогих. Так, ну, нам для этого понадобится, конечно, чашечка, где мы будем все это смотреть. И давайте ее откроем. Откроем ее сейчас аккуратненько. Я надеюсь, что вы все тут прочитали. Посмотрели. Срок годности в норме. Так, ну-ка, открываем, ну-ка. Ммм, пахнет, кстати, очень ароматно. По запаху, знаете, похоже на аромат той специй, которую я покупаю для мяса. Так, вот так она выглядит. Так, смотрите, вот так она выглядит. Здесь даже, вон, я сбоку вижу, какая-то горошинка маленькая, непонятная. Ну, здесь видно, что здесь много всего добавлено, какие-то, да, действительно, тут есть какие-то горошины, непонятно, что это такое. Так, подождите. Нет, это что-то жесткое. А, нет, вообще-то. Это разломилось. Может, это какой-нибудь чеснок, вроде, похоже по запаху. Недоразломленный. Смотрите, то есть, ну, тут видно, что вот она перемолота. Да, видно прям реально там куча всего. Хотя так, с первого взгляда, немножко похоже на песок с чем-то. Вот. Давайте я немножко попробую, а вы пока понюхайте, рассмотрите. Она острая, во-первых. Я обожгла, по-моему, язык, мне кажется. Вот. Но она ароматная, пересоленая. Какую-то соль я даже там заметила изначально. Потом острота пошла. Взяла я вроде прям, вот знаете, ну, вы видели на кончике, ну, я не знаю, ну, вот столько вот что ли где-то. Этого прям оказалось много. Она прям очень сильно острая. По ощущениям было, как будто я взяла, не знаю, вот знаете, столовую ложку перца просто. И съела ее. То есть, я держала во рту, пыталась распробовать. Она очень сильно пересоленая, но в то же время ароматная. Но по аромату, по запаху она немножечко не подходит. Именно той специи, которую я пробовала в гостях. То есть, в гостях покупали такую же хмель и сунеля. И она была в каком-то блюде. И там было очень ароматно, очень вкусно. То есть, здесь он немножечко другой, видимо, потому что подешевле. Ну, по запаху, да, она вроде подходит. Вроде так, ничего. Но она острая. Ее, если только добавлять совсем капельку, капельку, капельку. Потому что острая я не люблю. Вот. И она, конечно, добавляется в такие блюда именно готовность. Там, наверное, мясо вот сделать. Может быть, даже не знаю. Напишите в комментариях, куда вы добавляете хмель и сунель. Что у вас входит в состав вашего хмель и сунель. Какое вы покупаете, дорогое или нет. И пробовали ли вы вот этот вот. Если вы пробовали, напишите свои отзывы. Потому что другие люди будут смотреть. И они, чтобы знали. Только, чтобы не одна я была. И еще были ваши отзывы. Ну, и на сегодня у нас с вами все. Смотрите также другие ролики. Другие обзоры на продукты, на технику. В блоге. Также ставьте лайки. Подписывайтесь. Пишите комментарии. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok